Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 августа и как раз вот идет такой поток томатов. В это время встречаются и ранние, которые уже отходят с рта, и поздние крупноплодные, вот такие вот огромные. Вот видите у меня здесь. Я сейчас перед тем, как потрошить их все, сделала очередной сбор, хочу поговорить о монгольском карлике еще раз. Вчера, когда я выложила видео о томате банановые ноги, было очень много комментариев, но как всегда, все мы разделились. Кто-то хвалит, что у него хорошие банановые ноги, кто-то говорит, что это вообще никчемный томат. И то же самое можно сказать о монгольском карлике. Сорта, который вот очень рекламируют другие фирмы, которые продают по дорогой цене по 100 рублей, по 80. Идет вот эта агрессивная реклама, и люди ожидают, как эти сорта называют, чудо-сорт там все. И люди ожидают чего-то сверхъестественного, так же как от банановых ног. Но потом вырастив этот томат у себя на участке, многие разочаровываются. Я сейчас хочу объяснить свое мнение и сказать, что вот у меня нынче монгольский карлик удался на славу. Вот смотрите, какие крупные плоды, они вот такие прям красивые. Но это учтите, что сейчас уже средина августа, я вам его начала показывать уже давно-давно. Не помню, но уже больше месяца он точно идет. И вот в чем проблема. Некоторые пишут, он такой не очень вкусный, он с кислинкой. Но я хочу вам заметить, что ведь мы высаживаем, когда томаты, для каждого томата у нас должна быть отведена своя ниша, и с определенной целью мы высаживаем. Конечно, монгольский карлик, это не тот томат, который вот я сейчас показывала. Сейчас подождите, я их наведу. Вот здесь у меня тяжеловес Сибири, бердский крупный. Это именно те вот такие огромнейшие, вон юсуповские лежат. Потом вчера бабушкин секрет по 800 грамм разрезала. А, конечно, это салатовые сорта, которые мясистые, которые сладкие, сахаристые. Монгольский карлик относится совсем к другой группе. Смотрите, вы же вот эти вот томаты, например, вот лежат перцевидные, полосатые, или лежат вот такие. И вы же не вздумаете их высаживать для того, чтобы, например, для массового производства каких-то своих там томатопродуктов, леча, чтобы варить, или сок давить. А вот эти томаты, из-за того, что у них высокая урожайность и самая такая огромная неприхотливость, можно сказать, что тоже высокая неприхотливость, они именно возьмут свои урожайности, своей массы, и они выручат нас в том случае, если мы хотим, например, много сока сделать, поварить томатную пасту, томатный кетчуп, сделать заправку для перцев леча, вот этот классический ярко-красный цвет и хорошая, много мякоти, вот эта вот масса, она нас очень выручит. Сейчас я его разрежу для примера. Он подойдет и для еды в ранний период, когда нет еще вот этих вот огромных, он прекрасно подойдет и для еды. Смотрите, какая у него хорошая мякоть. Он тоже многокамерный вот такой. И вот в этом году у меня удались такие монгольские карлики, вот прям настоящие бифтоматы. Они сладкие, они мясистые, они вот такие как, как сказать, вот видите какие, они прям отборные все. Если бы еще слизни на них не покушались, было бы вообще все прекрасно. Слизни отсасывают из них, ну дырочки прямо высасывают из них содержимое. А вообще смотрите, вот если поближе присмотреться, видите вот эти вот как бы более темные разводы. И всегда, когда томат я вот такой разрезаю и вижу, что здесь вот такие вот расплываю, я уже знаю заранее, что это будет сладко. Сейчас я попробую. Кислинка в томате есть в этом. Но я еще раз вам говорю, что это не те томаты, от которых нужно ждать такой сладости. Вот у меня выложено южный загар. Если вам нужен супер сладкий, пожалуйста, загадка природы. Ой, не дотянусь я на проводе. Южный загар, загадка природы, розовый мед. Есть сорта, которые, туда же малахитовая шкатулка, полосатый шоколад можно отнести. Если вы хотите поразиться сладостью томата, то, конечно, это будет не монгольский карлик. Но еще раз повторяю, у нас у каждого томата свое предназначение. В первую, в ранний период, когда еще не будет у вас ни розового меда, ни загадки природы, а не более чуть поздно, у вас пойдет монгольский карлик на салат. Вот, когда уже пойдут вот такие огромные, вот эти вот, сейчас про них тоже буду рассказывать. Вот это у меня тяжеловее из Сибири, тот же самый ботяня, розовый мед. Конечно, на салат монгольский карлик вы уже не будете резать. Он у вас уйдет на томатозаготовки. Но вот я в этом году собираю монгольских карликов ведрами. Вот очень много. Во-первых, они урожайные, во-вторых, они выигрывают тем, что их не надо подвязывать, их не надо посынковать. Посадил и забыл. И если сопоставить вот все то время минимальное, которое мы тратим на выращивание этого томата, тот урожай, который он нам дает, с какой легкостью мы получаем это количество урожая, то, конечно, монгольский карлик многие согласятся высаживать, выращивать, потому что все мы поставлены в разных условиях. Кто-то работающий или вот эти как огородники выходного дня, которые приезжают один раз в неделю, и некогда им ухаживать за индотерминатными, вот за такими капризными сортами. Монгольский карлик подойдет. И вот когда пишут люди, ой, это нехороший сорт, его зря разрекламировали, а мне еще говорят, зачем рекламируете банановые ноги, я написала зрительнице, и вы должны отличать рекламу от обзора сорта. Вот я никакие сорта не рекламирую, я просто делаю обзор. Да, монгольский карлик, еще раз повторю, он не очень сладкий, есть более сладкие сорта. И, может быть, конечно, это не самый наивкуснейший сорт, но я еще раз повторю, у каждого сорта свое предназначение. Для массового, для массового такого получения большого урожая, для тех, кто может только минимальный дежурный уход обеспечить, монгольский карлик, это просто будет палочка, вручалочка. И нужно хотя бы один раз каждый сорт все равно посадить, попробовать вырастить. И, поверьте, у каждого свое мнение, кто-то нахваливает, например, тот или иной сорт, кто-то ругает, говорит, что никогда больше не буду высаживать. Мне, например, все томаты нравятся, я для каждого томата нахожу применение, но вот с этих томатов идеально. Кетчупы и томатные соки получаются ярко-ярко красные, и их не жалко туда давить, потому что их очень много, они буквально ведрами, они вот так лежат на земле, вокруг них ползают слизни, это единственная проблема, которая есть у монгольских карликов. Вот в этом году они удались у меня на славу. Я все-таки рекомендую и советую всем хоть один раз посадить монгольского карлика, хотя бы посмотреть, что это такое. Все, до свидания.